Всем здравствуйте! Вестерская слонокомпания приветствует вас. Сегодня в нашем обзоре будет пчак малый. Ай! Порезался походу. Хотя не заточенный вроде. Почти что в ноль шлифованный. Да, немного порезался. Значит, все должно продаться быстро. Так, ну давайте по теме. Пчак малый. Клинок мозаичный дамаск. Такой напоминающий солнечные лучи. Ну, абстрактные солнечные лучи, так скажем. Напоминающий. Вот. Рукоять стабилизированная карельская береза. Такая вот. Но рукой приходится работать. Сейчас. Так как вторая истекает кровью. Как раз по цвету рукояти. Ну вот. Рукоять, по-моему, напоминает такой багровый закат. Ну, так и назовем пчак. Кстати, только-то об этом просто подумал. Название. Пчак. Багровый закат. Вот тут вот хорошо видно. Все. Так вот уже. Как я уже говорил, пчак очень удобно лежит в руке. Видите, у меня средняя рука. Он именно по мне сделан. То есть, ни больше, ни меньше. Такие вот. То есть, движущие движения, шинковать или что-то разделывать. Очень будет удобно им. Ну, и как коллекционный наш тоже удобный. Стоимость этого ножа 12500. Минус скидку. Делаем, как обычно. 10% для подписчиков. Да. Опять про ножны не подумал. Не готовить. Такие. Никак нормально не ночью снимать ролики. Вот такие вот ножны. Будут. Багровый. Багровый закат с багровыми ножнами. Получается. И слоник на закате. Вот так вот. Восточный нож. В Африке. А может быть, на Востоке все-таки. В Индии. Неважно. Там же тоже живут. Восточные люди. Мусульмане. Что почему им тоже не работать таким чаком. Или вообще пчаками. Чаки покупают из Америки. Из Германии заказывают. Из Прибалтики заказывают. Так что. Это довольно популярный нож пчак. И кстати, если кого-то интересует. Заинтересует там двух друзей. Или трех друзей. Их будет три. Пчака таких. Похожих. Первый. Вышел. Первый побыстрее сделали для съемок. Остальные два. Наверное, через пару дней будут готовы. Сейчас пока в магазин. Делываем заказ. Еще пару дней будем делать заказ для магазина. А там я делаю чаки. Всем удачи. Всем здоровья. Смотрите наш канал. Как говорят. Я уже начинаюсь блогером тоже становиться. Блин. Он порезался. Так что покупайте нож. Сведет фактически в ноль. Даже не заточенный еще. Всем до новых встреч. Смотрите наш канал. Делитесь с друзьями. Ссылками на наш канал. Ставьте лайки. Ни к чему дизлайки. Я вообще не понимаю людей, которые там ставят нам дизлайки. Кому же они тогда лайки ставят? Вопрос. Вопрос. Какие-то есть. Есть, видать, недорожелатели. Все равно. Ну или может кому-то правда не нравится. Но не важно. Я сильно за этого не расстраиваюсь. Как я говорил, я не сильно понимаю, для чего лайки нужны. Хотя мне тут написали, что лайки нужны для продвижения канала. Но думаю, у меня еще очень-очень немного подписчиков. Очень немного просмотров. Поэтому, наверное, сейчас на данный момент не влияют эти лайки ни на что. Ни на что. Ну и я не сильно на это парюсь. Честно говоря. Наше дело делать хорошие ножи. Хорошую продукцию выпускать. И изначально было так задумано, что мы за неимением денег, грубо говоря, рекламу нам должны делать наша продукция. Потихоньку, медленно, наверное. Ну так получается. Так и в принципе получается. План осуществляется. Без финансовых уложений рекламных все равно потихонечку продвигается. Уже везде пишут нам. Отовсюду. И из Ирана, и из Израиля. Вот я сразу принял такие примеры. Друзей. Нет, надо дружить, пацаны. Все Ирана, и Израиля надо дружить. Зачем нам войны? Уже и так навоевались. Две тысячи с лишним лет больше уже. Ну не, я не для этого. Ну, то есть, даже при том, что немного подписчиков все равно пишут, ну, практически со всего мира, и из Австралии, и из Америки. Вообще, я не говорю про Европу, из Европы вообще часто все. Так же, как и из Средней Азии. Так что всем привет, всем дружите друг с другом. Покупайте только мирные ножи. Пользуйтесь мирным оружием. То есть, нашей продукции. Всех удачи, здоровья, до новых встреч.